Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ и Генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также готовящуюся отставку главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, Сарасята подняли вой об олигархическом реванше, мгновенно подхваченный либеральным интернационалом. В целом мы прекрасно понимаем, что все эти отставки имеют минимум три составляющие. Некомпетентность уволенных, их токсичность для действующего президента, а также борьбу олигархов против сарасят. Однако главным месседжем западных СМИ стал именно последний пункт, причем в интерпретации реванш олигархов против реформаторов. И первая же реакция на новый Кабмин от американского инвестиционного банка Морган Стэнли оказалась сверх жесткой. Среди обвинений, высказанных в форме опасений, отставка ряда якобы реформаторов, в их числе экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. В результате чего, цитата, «способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ нуждается в подтверждении». Конец цитаты. Морган Стэнли также опасается, что в Украине будут повышаться социальные расходы после заявления нового премьера Шмыгаля об увеличении социальных выплат и повышении пенсий. Может, стоит спросить украинцев, опасаются ли они увеличения социальных выплат и, особенно, пенсии. Морган Стэнли обращает внимание. Премьер несколько раз отметил, что укрепление гривны в прошлом году ударило по украинской промышленности. «Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну». По мнению Морган Стэнли, давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе. Кроме того, Морган Стэнли напоминает, что новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ. Собственно говоря, ничем иным, кроме как политическим доносом, этот анализ назвать нельзя. Однако это был анализ от Морган Стэнли, который рекомендовал продавать украинские бонды, а вместо них покупать египетские. Реакция рынков была мгновенной. Стоимость украинских варантов, ценных бумаг от 2015 года, привязанных к ВВП, упала со 107,5% от номинала до 90%. Кроме того, если после отставки Кабмина ставки по Евробондам Украины в среднем поднялись всего на 0,1% годовых, то после аналитики Морган Стэнли сразу на 0,5%. А уже 10 марта на фоне разворачивающегося бирового экономического кризиса либералы-реформаторы из Нацбанка сожгли за один день месячную валютную выручку, пытаясь помочь иностранным держателям гривневых ОВГЗ выйти из них с минимальными потерями. После такой демонстрации «Кто в доме хозяин?» трудно осудить нового премьера Шмыгаля за то, что он заверил представителя МВФ в Украине о продолжении сотрудничества. Кроме того, премьер вместе с министром финансовым Уманским в ближайшие дни летит в Вашингтон, видимо, для обновления украинской присяги перед Международным валютным фондом. Ну, а президент Зеленский был вынужден поклясться на либеральной Библии на сайте Блумберга, что земельная реформа и реформа здравоохранения, а также остальные обязательства перед МВФ будут реализованы. Кстати, хотелось бы напомнить, что согласно февральской социологии от центра Разумкова, оплота отечественного псевдоинтеллектуального либерализма, на гипотетическом референдуме о введении рынка земли и отмене моратория на ее куплю-продажу количество сторонников за 4 месяца упало с 25 до 21%, а количество противников выросло на 8%, с 64 до 72. Так и хочется спросить президента, так с кем вы, мастера культуры, фразу «Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет голосов» приписывает кубинскому президенту Фульхенсия Батисте. И хотя Батиста не был диктатором в классическом смысле этого слова, ему приходилось не только выигрывать, но и проигрывать президентские выборы, эту формулу традиционно приписывают авторитарным режимам. Как ни парадоксально, в измененной форме эта формула вернулась во вполне демократические парламентские республики. Вы выиграли выборы, а мы выиграли создание коалиции. С этой проблемой уже столкнулся вроде бы как победивший в Израиле действующий премьер-министр Бениамин Нетаньяху во главе блока «Ликут». Депутат от главной оппозиционной силы блока Кахоль-Лаван подал законопроект, согласно которому лицо, обвиняемое в преступлениях, не может формировать правительство. Собственно говоря, преступлений, в которых обвиняет Биби, всего три, что меньше, чем сроков его премьерства. Но оппонентов своих он сумел достать так, будто правил уже весь Мафусаилов век. И это не преувеличение. Законопроект поддержали как радикально антиарабский наш дом Израиль, так и объединенный арабский список, который при других обстоятельствах трудно было бы представить сидящими на одном гектаре земли обетованной. Правда, в Израиле существует политическая традиция, согласно которой вновь избранный Кнесет не рассматривает новые законы, пока не будет сформирована правящая коалиция. Но ради Биби его оппоненты, похоже, готовы ломать любые традиции. Однако Нетаньяку не собирается сдаваться. Израильские политические манипуляторы, участвовавшие в событиях Майдана зимы 2013-2014 годов, принесли на святую землю новую технологию. Активисты Ликуда и союзных ему ультрарелигиозных партий устраивают блокады и пикеты домов некоторых депутатов от оппозиции, требуя от них поддержать Нетаньяху. Наконец, в прошлой неделе были атакованы жилища уже трех депутатов от Кахоль-Лаван. И как раз трех мандатов до большинства в 61 депутат и не хватает коалиции Ликуд с ортодоксами. Но, как уже говорилось выше, Биби действительно достал очень многих. И упомянутый еврейско-арабский гектар сузился до размеров одной сотки. Все семь депутатов от Наш Дом Израиль и 12 из 15 арабских депутатов подписали рекомендацию на премьерство Бени Ганса, лидера Кахоль-Лавана. В результате Бени получил 59 подписей против 58 у Биби. А это значит, что оппозиция получит право первой формировать правящую коалицию. И существует большая вероятность, что это ей удастся. Будет создан кабинет меньшинства. Объединенный арабский список поддержит его в Кнессете, но не войдет в состав. А у Биби, как и обещал ему лидер объединенного арабского списка Айман-Удэ, появится свободных лет 10, чтобы спокойно поиграть в нарды.